всем доброе утро 6 мая долгожданная пятница ну вот не успели оглянуться как уже рабочая неделя позади на дворе пятница и вновь программа новый день мы ведущие этой программы александра гайнудинова и евгений зимник давайте для начала пробежимся по тем праздникам которые сегодня можно отметить сегодня день международный день против диеты кстати отличный повод для того чтобы попробовать какую-то запрещенку тем что вы обычно чураетесь можно сегодня открыть холодильник и сказать не ну раз праздник раз такой день то пожалуй позволю себе александр у тебя вот какой продукт который тебе очень сильно нравится прям хочется его съесть но все-таки нельзя конечно же это мучное же конечно да 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 и кстати радует что и ограничивая и уже привыкла к этим ограничениям уже не хочется класс я вот каждый раз придумываю себе ограничение каждый раз их нарушаю под покровом ночи я целый день могу продержаться там к примеру без сладкого но как только наступает ночь и какой-нибудь фильм загорается на экране телевизора мои руки так и лезут за баночкой сгущенки безконтрольные руки да да это состояние аффекта также сегодня день напитков здесь хочется спросить чай кофе вода я вот кстати последнее время стараюсь пить воду но люблю и чай и кофе в общем я разные напитки люблю благо вот я не люблю газированные напитки потому что вот они вредны но я их и не люблю вот это вот единственное что мне помогает по моему здоровому питанию у тебя какой любимый напиток конечно же вода вода и люблю кофе но какой самый важный праздник я уверен что каждый из вас может ответить он не сегодня но он будет как раз вот на приближающихся выходных 9 мая день победы мы хотим поздравить всех ветеранов всех тех кто был причастен к великой победе ваши подвиг невозможно переоценить и мы каждый 9 мая с самыми искренними наилучшими пожеланиями к вам обращаемся спасибо вам огромное и традиции последних лет стало проведение 9 мая гражданско-патриотической акции это конечно же бессмертный полк когда многотысячная толпа выходит с портретами тех людей которых уже нет в живых но которые причастны к этому празднику мы еще раз поздравляем всех ветеранов и предлагаем вновь объединиться всем тем кто участвует в акции бессмертный полк 9 мая почтить память тех кого с нами нет но кто внес огромный вклад в эту нашу общую великую победу ну а прямо сейчас дайджест только хорошие новости на территории ангарского округа продолжается активная вакцинация от коронавирусной инфекции прививочные кабинеты работают во всех поликлиниках территории в том числе и в майские праздники сейчас тот период достаточно спокойно чтобы привить себя своих близких всех прививочный материал у нас вакцина есть во всех лечебных учреждениях всех очень прошу призываю не забывайте пожалуйста с графиком работы прививочных кабинетов можно ознакомиться на информационных стендах медицинских учреждений и их официальных сайтах также для снижения риска заражения среди участников массовых мероприятий организовано бесплатное тестирование на ковид временные пункты экспресс-тестирования будут работать в нескольких частях города патриотическую акцию ко дню победы провели сотрудники росгвардии совместно с кадетами одной из иркутских школ военнослужащие организовали марш по горно-лесистой местности с копией знамени победы участники мероприятия прошли ровно 1418 шагов столько дней и ночей длилась великая отечественная война таким жестом инициаторы акции хотели выразить дань уважения подвигу красноармейцев ушедших героев великой отечественной войны почтили минутой молчания а завершилось мероприятие исполнением песен военных лет на международный фестиваль человек и природа имени распутина поступило более 120 заявок их подали режиссеры из 25 стран в том числе сша германии бразилии и аргентины около половины всех заявок представили российские кинодокументалисты список участников будет объявлен в июне фестиваль пройдет с 22 по 26 сентября жюри их определит победителей 21 сезона фестиваля в нескольких номинациях два воспитанника ермака стали чемпионами кхл цска в составе которого играют ангарчане александр попов владимир грудин завоевал кубок гагарина напомним это уже второе чемпионство в кхл для александра попова первый кубок он завоевал в составе цска в 2019 году более того по итогам этого легендарный ангарчанин признан самым ценным игроком плей-офф на его счету шайба которая принесла армейцам победу в турнире он также установил рекорд по общему количеству сыгранных матчей в плей-офф среди форварда 162 в ангарске стартовал региональный этап международного спортивного фестиваля лакобол 2022 этой весной пройдет в 85 регионах иркутской области участники детские футбольные команды со всей страны на разных этапах фестиваля бороться за победу своей команды будут около 40 тысяч юных футболистов из россии и ближнего зарубежья состязания будут проходить в течение трех дней итоги уже подведут сегодня лучшая команда представит регион на всероссийском этапе соревнований а также получит возможность забить гол в суперфинале который пройдет в москве с 3 по 7 августа в начале эфира мы говорили о том что сегодня много интересных дат но один праздник мы обошли стороной сегодня день признательности туристам вот за что вообще можно быть признателен туристам наверное за то что они пропагандируют активный отдых единение с природой и вообще вот интересное времяпрепровождение но не все туристы хороши некоторые есть те кто уезжает и не убирают за собой мусор загрязняют окружающую среду но наша гости к таковым не относятся сегодня у нас гостя ксения пилипенко ксения у нас уже не в первый раз мы прекрасно знаем эту активную леди и каждый раз когда ксения приходит рассказывать о своих путешествиях но у нас такое чувство легкое белой зависти ксения здравствуйте добро утро спасибо что это утро ты встречаешься вместе с нами нашими зрителями спасибо вам что приглашаете мы знаем что пару недель назад ты вернулась из поездки где была правда мы были несколько недель на сейшельских островах изъездили 7 обитаемых островов и были еще в арабских эмиратах в абу-даби что-то на богатом сейчас прозвучало так как вот сейчас я знаю что границы многие закрыты что сейчас вообще такие путешествия сложно реализовать как пришла идея как это было реализовано идея пришла мне в декабре еще прошлого года я увидела что проводят разного рода яхтенные регаты и просто начала искать в сети интернет и нашла капитана написала ему написала многим капитанам посмотрела где мне подошло по цене адекватно все сошлось выбрала катамаран или яхту ты можешь выбрать на чем ты хочешь идти по воде катамаран это грубо говоря судно которая состоит из двух яхт чтобы понимали она скрепляется и там гораздо больше места а яхта же средняя она тоже может быть ну как бы рассчитана на большое количество человек но в ней не так комфортно как в катамаране я получается выбрала катамаран списалась с капитаном мы договорились составили маршрут по каким островам и куда мы идем он прислал список вещей которые необходимо взять для того чтобы там устанавливать паруса как ходить солнцезащитный крем там ну все по списку я просто все подготовила разумеется заплатила деньги ну и все и мы отправились лететь было действительно долго но прилетели и вот прошли такую яхтиную регату что интересного произошло в этом путешествии из интересного мы купались каждый день ловили рыбу и вот в один день когда мы поймали рыбу разделали ты же все в воду это скидываешь это разрешено вы представьте крови довольно много мы ее слили и давай купаться и слышим наш капитан говорит да давайте власть и сейчас акула подплывет короче я от страха вылезла и вот так стою на знаете на лесенке вода ноги в воде тело и приплывает акула короче он просто шутил девчонки все в воде максим в воде и короче акула проплывает я вот так поворачиваюсь я только потом на видео когда капитан успел заснять увидела но на метров 8 это огромная китовая акула она не ест людей чтобы вы понимали с ними плавают но от страха мы все повыскакивали и потом такой адреналин бешеный вот одно из таких и в этот же день у нас еще был насыщенный на события а вы поймали рыбу тунца кстати мясо тунца совсем другое не как в магазинах нам не тунца подают тунца просто он знаешь тунец помните как у воланда в мастера маргарите рыба 2 свежести в общем нам ее 2 свежести тут мясо настолько темное как будто вы мясо какого-то дикого животного идите максим поймал у нас рыбу и когда начал с ней бороться попой задел мангал мангал ну вы представляете сколько он весит он реально тяжелый падает в воду мы на глубине 40 метров мангал тонет ребята пробуют его спасти втроем веревками в общем он уходит под воду мы его так и не достали этот день у нас был реально самый насыщенный и самый такой трешовый зато запомнится а вот регата у меня всегда было восприятие что регата она сопряжена с тем что все там что-то делают перекинули паруса налево поднять паруса там то-то то-то или у вас было просто такой отдых как вот на пляже только на катамаране а здесь у нас был переход между островами там самый дальний это пять часов разумеется это не такие большие и это не на скорость у нас практически не было большого ветра мы ставили и хочу сказать ходить на парусах ну вот регата они же на парусах ходят это то еще удовольствие даже если волна небольшая совсем тебя тошнит прям максимально и мы например пять часов мы просто все в лёжку лежали от того насколько неприятно дискомфортно мы потом опять снимали эти паруса это реально довольно сложно у нас только мужчины могли этим заниматься женщины ты знаешь там попробуешь один этот покрутить как мясорубку ты его так крутишь это реально очень сложно но это очень интересно путешествие которое длилось 86 дней это что за путешествие во первых почему 86 дней да потому что в зоне шенгена ты не можешь находиться больше 90 дней по статусу визы до своей ты можешь заехать на 90 дней потом будь добр уезжай на 30 дней а потом можешь вновь вернуться восемьдесят шесть дней это было у нас путешествие автостоп на машине самолет поезд паром и начинался он с санкт-петербурга и по разным странам я объехала получается всю испанию вдоль побережья жила у каучсерферов знаете же кто это такие это когда ты останавливаешься у людей и в россии в разных других странах и живешь абсолютно безвозмездно списываешься с ними и обмениваешься своей культурой у меня дома в иркутске жили ребята из франции ребята из лиона получается ли он париж просто путешественники из россии я им предоставляю кровь и мне также вот где я была также предоставляли кровь мы вместе готовили они рассказывали истории самое классное где я была это мультинациональное сообщество студентов ребят из малайзии германии китая нидерландов все они жили в одном месте мы каждый день вместе готовили рассказывали какие-то интересные истории с путешествий но это очень круто ты язык подтягиваешь и общаешься вкусно ешь кореец готовил что-то свое индонезий там рис сварил я типа оливье стругал в общем прикольно это очень сколько городов то уже посетила знаешь вчера задумывалась об этом я так понимаю больше трехсот а вот в какой город ты бы хотела вернуться какой вот тот самый город который прям запал в душу пока из регионов это в нашей стране это камчатка не был я очень люблю я зимой бы хотела вернуться и природный парк ергаки это между кызылом и абаканом потрясающее место я такой красоты не видела нигде у меня пока в топ лучших воспоминаний это наша страна и это наши достопримечательности там представляете такой камень валун я не знаю сколько тон он вешает он на такой маленькой как будто на зацепе и над скалой висит там озеро и панорама огромная парабола вот такая знаете как катаются серферы там сноубордисты невероятной красоты и это все у нас в россии наверное не самый корректный вопрос но очень интересный про деньги путешествовать самостоятельно и путешествовать через тур оператора это большая разница в деньгах и как выгоднее в общем же честно если говорить конечно когда ты сам путешествуешь это бюджет не почему я сама отслеживаю авиарейсы я сама смотрю и выбираю отель например в отеле в эмиратах я смогла найти такой отель куда у меня сразу входили все парки развлечений а вход в один парк это один от трех до пяти тысяч рублей на человека а тут у тебя сразу проживание и парки тебе не нужно тратить лишние деньги питание ты тоже выбираешь сам ты как бы не доплачиваешь за это да у тебя нету гида и сопровождающего но это правда но поскольку где-то я уже была я могу сама составить маршрут а где нет но вот получается в регате ты плачешь до капитану за то что он тебе этот маршрут потому что ну я яхта не умею управлять физически в общем я рекомендую путешествовать людям как самостоятельно так и в составе каких-то интересных групп потому что это ну реально круто здорово я бы хотел как вот финальную мысль все-таки оставить то что ксения посетила более трехсот мест со всего земного шара но самые красивые места туда куда хочется возвращаться находятся в нашей с вами необъятной родине поэтому путешествуйте красивые места не так далеко мы с вами живем в одном из ярчайших мест и открывать для себя все новое и новое у нас гостях была путешественница ксения пилипенко ксения спасибо спасибо огромное цифра дня сегодня это цифра 30 мы хотим поговорить об этом неспроста дело в том что мы наткнулись на интересные статистические данные портал супер джоб рассказывает о том что идеальный отпуск должен длиться именно 30 дней но это по мнению наших с вами сограждан как вот думаешь александра сколько должен быть идеальный отпуск честно говоря когда увидел цифру 30 я подумал что нет мы забыли еще один ноль 300 должен быть идеальный отпуск ты знаешь для меня вот 30 дней вполне хватает а я уже успеваю соскучиться по работе да уже так прям думаю они так что вот вполне когда я работал на авиазаводе там был традиционно отпуск 40 дней и вот 40 дней мне вполне хватало но если эти 40 дней выпадали на лето тогда хотелось гораздо больше но я думаю здесь вообще в принципе есть зависимость от того когда ты идешь в отпуск потому что если ты идешь в отпуск в феврале то там и 30 дней уже наверное думаешь когда этот мороз уйдет когда пойду на работу там теплые батареи поэтому завидуем тем кто идет в отпуск летом вы молодцы вот у меня к примеру летом самая такая наоборот горячая рабочая пора я в мероприятиях также тружусь поэтому летом их гораздо больше чем осенью или весной когда тогда ты идешь в отпуск я у меня нет отпуска у меня вот такие короткие отпуски они там по три по четыре дня вот я сейчас слетал на 4 дня во владивосток чему тоже бесконечно рад очень классное место обязательно посетите если у вас есть возможность вырваться на два-три дня то как раз этого вполне хватит для того чтобы побывать в одном из российских городов владивосток один из таковых и далее в нашей программе полезная информация для родителей быть родителем это самая сложная и ответственная профессия в мире воспитание ребенка очень важно опираться на принципы которые соответствуют его индивидуальности полу и возрасту в сегодняшнем ролике мы хотим поговорить об особенностях воспитания девочек дошкольного возраста играйте в дочки-матери игра это зеркало в котором отражается мир вокруг очень важно присматриваться к тому как и с чем играют ваши дети обратите внимание что девочкам от 3 до 5 лет лучше дарить куколок которых они смогут ассоциировать с собой на примере кукол можно прививать дочери важность заботы о близких а также отрабатывать навыки самообслуживания и ухода за собой стройте доверительные отношения построение доверительных отношений с ребенком это искусство требующие много терпения и усилий безусловно этот вопрос заслуживает отдельного ролика но в контексте нашей темы хочется подчеркнуть что необходимость кому-то доверять чувствовать свою важность и поддержку близких очень важные условия гармоничного развития девочки помните вы воспитываете будущую леди объясните девочки что настоящая леди всегда следит за своими словами манерами и внешним видом самого раннего возраста прививайте и чувство вкуса доброту и любовь к прекрасному безусловно личный пример самый эффективный способ дети это наше зеркало помните об этом в воспитании хороших манер очень важно обосновывать объясните что в кинотеатре нельзя громко разговаривать потому что другие зрители не услышат актеров безусловно все дети и даже некоторые взрослые нуждаются в подсказках но если вы решили поправить свою дочь делайте это либо с глазу на глаз либо шепотом чтобы избавить девочку от чувства неловкости в ситуации когда ее отчитывают при всех учите девочку понимать и выражать свои эмоции девочки отличаются выраженной эмоциональностью задача родителей заключается в том чтобы помочь дочери научиться разбираться в переживаемых эмоциях и чувствах а затем правильно их выражать как же это сделать доброжелательно проговаривайте ты сейчас злишься я понимаю тебе очень обидно ты грустишь потому что признавайте право дочери на любые чувства и никогда не осуждайте их разбирайте эмоции персонажей любимых мультфильмов и книг объясните дочери что все люди разные что на одинаковые ситуации можно реагировать по-разному анализируйте героев совместный просмотр мультфильмов и чтение книг улучшают отношения воспитывайте в дочке уверенность себе и в своих внешних данных помните комплексы переходит во взрослую жизнь именно с детства сомнение в своей привлекательности в будущем может стать причиной неуверенности в себе и даже проблем в личной жизни всегда подчеркивайте достоинства малышки не акцентируйте внимание на внешних особенностях в плохом ключе например веснушки курносый нос полнота ваша дочь красавица эта мысль должна поселиться в ее подсознание на всю жизнь прививайте дочки хозяйственность с помощью игры умение создавать вокруг себя уют и вести хозяйство важное умение для любой девочки всегда поощряйте желание малышки помогать по дому рассказывайте и показывайте ей в игре те навыки и умения которые нужны девушки чтобы в ее доме всегда была чистота развивайте навыки коммуникации воспитание способности находить общий язык со сверстниками и со всеми людьми это очень важный аспект в развитии объясните дочери что в процессе общения с людьми важно проявлять внимание к их чувствам желаниям и эмоциям учите ее фразам которые помогают поддерживать беседу воспитывайте в девочке щедрость милосердие и заботу по отношению тем кто в этом нуждается быть мамой девочки это большая ответственность и огромное счастье это нежность заботы и постоянное проявление чувств банты и платья и ощущение что в вашем доме живет настоящая принцесса спасибо за просмотр и до встречи в новых выпусках а далее наш эфир продолжит видео истории со всего мира жеребенок дебютировал чилийском зоопарке он впервые видит траву солнце и людей сейчас малышу приковано все внимание гостей особенно юных бенита родился чуть больше месяца назад до этого дня жил с мамой в закрытом вольере теперь познакомился своей сестрой и их папой жирафы обитают африканских саваннах самые крупные популяции встречаются в заповедниках этим животным вымирание пока не угрожает но они уже считаются редкими в дикой природе осталось не более 150 тысяч жирафов 150 тысяч мне кажется довольно много я кстати увидел в зоопарке жираф но вот он не такой красивый потому что когда его при ближайшем рассмотрении видишь что у него там ну и шерсть не такая красивая и вот в общем эстетика жирафа оценивается только на расстоянии близко к жирафу не подходите тем более что их всего 150 тысяч а мне уже наоборот хочется вблизи все-таки рассмотреть я знаю что в кене как раз таки а есть такая гостиница где ты можешь даже позавтракать жираф открываешь окно он тебе на третьем этаже да и он с тобой одного роста здорово следующая новость прилетела к нам на параплане фестиваль парапланиризма вернулся в западную африку после двухлетнего перерыва на мероприятие съехались тысячи туристов со всего мира на совместные полеты с профессиональными парапланиристами записались 400 человек участники говорят что этот вид спорта учит терпению выдержки и умению оценивать риск мероприятие длится четыре дня побоялась бы если честно я вот тоже ну вот прям совсем чтобы лететь и никак не контролировать этот процесс это довольно таки спорно я в таиланде летал на таком тоже параплан но который привязан был к лодочке и вот человечек там внизу ездит и он там тебя за веревку держит но я первые наверное пять минут просто думал о том что я как человек с техническим складом ума я летел и только оценивал конструкцию так крепко ли зафиксирован здесь конструктив болты нормальные как привязан канат канат вообще нормальный и вот доверие там не было ни к одному из элементов как же вот именно доверие расслабление созерцание жизнь вот потом чуть-чуть посозерцала потом уже приземлили обратно и далее я расскажу вам про интересный стиль рисования тысячи штрихов шариковой ручкой и долгие часы работы именно так рождаются картины нигерийской художницы они привлекают людей реалистичностью и выразительностью женщина говорит что у нее нет определенного стиля главное чтобы картины получались живыми своим творчеством она хочет вдохновить людей мыслить шире и менять все к лучшему чтобы написать картину нужно от 15 до 20 шариковых ручек работа над одним произведением может затянуться на несколько месяцев какая усидчивая я вот всегда в формате какого-то творчества меня сразу отпугивает если нужно долго если нужно усидчиво я такой все сразу это не мое а мне же не очень нравится мы здесь как-то тоже рисовали нейрографика и три часа мне кажется меня просто не было в этом мире я полностью погрузилась в процесс очень интересно сейчас еще есть простая форма простой формат рисования это когда по номерам знаешь когда там один два три четыре раза рисовал почему получилось довольно красиво на этом программа новый день завершается несколько тезисов которые хочется в завершении проговорить еще раз путешествуйте если нет возможности путешествует далеко путешествуйте где-то поближе лежащим районам городам весям занимайтесь творчеством и будьте активными это была программа новый день до новых встреч увидимся пока пока гороскоп на 6 мая овен день начнется удачно первой его половине вы успеете не только справиться со сложными делами и решить текущие вопросы но и завязать полезные знакомства телец хорошее время многое получится само собой но это не повод стоять на месте и наслаждаться легкими успехами близнецы день подходит для начала учебы повышения квалификации чтение профессиональной литературы посещение семинаров и конференции с повседневными делами вы справитесь быстро и у вас останется достаточно времени и сил чтобы заняться решением каких-то важных задач лев можно решать важные вопросы касающиеся покупки или аренды недвижимости начала строительства или ремонта дело день пройдет удачно если вы будете следовать традициям и не станете нарушать общепринятые правила не нужно экспериментировать и тем более рисковать весы это удачный период однако стоит иметь в виду что развитие событий зависит от вашего окружения и обязательным условием успеха является правильный выбор союзников скорпион за день вы успеете сделать очень многое если будете придерживаться составленного плана и никому не позволите вас отвлекать стрелец вы быстро справитесь любыми возникающими трудностями и даже из неблагоприятных обстоятельств извлечете пользу козирог день хорошо подходит для общения обсуждения важных вопросов деловые связи станут прочнее нежные чувства сильнее водолей насыщенный день вам предстоит заниматься очень разными делами своими и чужими постоянно переключаясь с одного на другое рыбы день будет очень плодотворным на недостаток энергии жаловаться не придется даже если дел будет много усталости вы не почувствуете